Энергоремонт Мигалова. По такому пути 27 маршрутки ежеминутно курсируют по дорогам города. На конечной остановке неподалеку от воинской части, как обычно, делают передышку. Столь раннего прихода полицейских никто из них не ожидал. Часть из них быстро ретируется. Тех, у кого ГИБДД все же успело взять документы, ведут на долгую беседу. У водителей, попавшихся на крючок, проверяют документы и техническое состояние машины. Машина 2012 года, поэтому стараемся быть в теме. Следить за состоянием своего железного коня, как оказалось, получается далеко не у всех. К примеру, эта «Газель» чувство защищенности и надежности своим пассажирам вряд ли внушает. Боковой зеркало держится на скотче. Да и о технических возможностях своего авто водитель, очевидно, не в курсе. Габариты горят? Габариты? Так это мы у вас спрашиваем, горят габариты. Да это оторвался, видите, провод. Слесаря снимали редукторы, оторвали их. И что, теперь не горит что-то, да? Что, ничего не горит. Сигнал сейчас. Сейчас сделаем. Можете нажать? Покажу, что работает. А потом я зачищу. А как вас механик упускал на линию? Не знаю. Нет, он просто работал. Я не знаю, как упускал. Так и упускал. Я работал сейчас. Всю вину за найденные неисправности водитель переложил на своих сменщиков, добавляя, что в этой «Газели» он новичок. Я в этой машине работаю буквально 3-4 смены. Я тут, сами понимаете. Так, сейчас. Сейчас, сейчас. Работает, открывается все. Даже сам и когда-то. Работает, да? Да, 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 работает. Ну все. Это радует, это очень радует на самом деле. Так, теперь что надо? Аптечка, огнетушитель. Аптечка, огнетушитель, да, где у вас находится? Огнетушитель мужчина с горем пополам нашел, а вот аптечку, по всей видимости, ни разу и в глаза не видел. В поисках чемоданщика с крестом проверил каждый угол. Заглянул даже в запасное колесо. Но и тут неудача. Вам надо было завтра приехать. Был сменщик, он все знает. Он тут полгода не рулит. Как бы вот вы сейчас поедете, понимаете, кто-то из водителей, кто-то из пассажиров обратится к вам за помощью, за аптечкой, за какой-нибудь срочной помощью, да? А вы будете... А я же не этот, как вам сказать, я не врач. То есть вы ему помогать не будете? Нет, почему не буду? У меня свои таблетки есть. А, нет, ну если вы сейчас наберете все, что должно быть в аптечке из своих таблеток, то пожалуйста. Не могу найти аптечки. Не могу найти, не знаю где. За отсутствие аптечки полицейские составляют протокол на водителя, а потом и на механика, который выпустил его на линию. Раскошелиться им придется на 500 рублей. Казалось бы, сумма небольшая, но то ли она, то ли еще чего пугают маршрутчиков, как огонь. Уже через несколько минут на конечной остановке одиноко стояли одни инспекторы. По старой известной схеме газели до пункта назначения просто перестали доезжать, выстроились в ряд на обочине дороги. Диспетчер уверяет, что причина исчезновения его подопечных ему неведома. Куда делись? Ну я откуда могу узнать? Я не Господь Бог. Должны заехать, наверное. Потому что полицию, наверное, боятся все. Раздаются телефонные звонки и больше ни одна машинка сюда не приезжает. Во-первых, это нарушение договора, в котором говорится о том, что они именно в этом месте должны осуществлять свой разворот и отстой транспортных средств. Это говорит о том, что им есть что вскрывать. По каждому, даже мелкому нарушению, инспекторы составили протоколы. Говорят, из-за роста ДТП с маршрутами такси, получившими широкий общественный резонанс, подобные рейды будут проводиться регулярно. В прошлом году героями дорожных сводок 27 маршрут становился часто. Причем довольно страшных. В мае 2012 года напротив торгового центра «Рубин» злосчастная газель, набитая до отказа пассажирами, столкнулась с пожарной машиной, передвигавшейся со спецсигналами. Суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Прошедший январь по числу хоть и не таких крупных аварий, но тоже уже бьет рекорды. То есть, думайте цифру, да, 100 ДТП за 30 дней только на территории города. Именно по вине водителя маршрутных такси. Водители зачастую ездят на перегонки друг с другом, пытаясь там заработать какой-то лишний рубль. И все вот это накладывается на то, что происходит дорожное происшествие, а заложниками всего этого являются граждане, которые ездят в этих машинах такси и не могут себя чувствовать в безопасности. Ирина Ковень, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.